Смотрю, что многие у нас девушки, ребята, тоже снимают в машине. Думаю, попробую. Может, звук хороший будет, может, плохой. Видим. Так, вот сегодня такой удачный день для такой тоже удачной беседы. Значит, что француженки делают с мужчинами? Как они с ними обращаются? Ну, могу вам сказать, что обращаются не очень хорошо. Хорошо. С самого начала, как бы я заметила, что французские мужчины, особенно в общественных местах, безропотно выполняют все-все желания своих спутниц, своих жен. И думаю, ну что ж это такое, как они вот это, все это позволяют, значит, как они терпят все это, позволяют терпеть все эти насмешки, высказывания, одергивания. Женщины ведут себя как-то манерно, вызывающе, особенно вот именно на публике. Стараются всячески показать свое превосходство над своим мужчиной. Показать, что она тут царица, королева, а он так просто ее вот служащий, вассал там, раб, не знаю кто. И мне все это было, вот я говорю, так неприятно даже. Я об этом часто говорила своим мужем. Ну и он мне как-то немножко начал объяснять. Он мне сказал, ну вот, подумай. Мальчики растут всегда послушными, всегда слушаются своих мам. Всегда во французских семьях так принято, что мама, что бы она ни сказала, что бы она ни сделала, все, мама вообще царь, хозяин, глава семьи. И поэтому мальчики вот привыкают с детства, что женщина это какой-то вот такой образ, такой вот, так сказать, пьедестал, на который надо молиться, на который надо вот только его украшать, вздыхать, приносить цветы, ублажать всякими там покупками, путешествиями и так далее, и так далее. Ну вот как вот француженка ведет себя, с утра проснулась, естественно, не в духе, естественно, все ей не нравится, кричит. Вот слышала я, у нас квартира есть, постоянно утром надо, чтобы она покричала на всех, и на детей, и на мужа, и просто так вот, просто крикнет там, что-то выпустила пар, ну и все, дальше поехала, жить можно. Мужиков вообще не слышно, даже голосов. Ну, если там иногда уже там услышишь голос, что-то такое, типа, уж совсем человека вывели из себя, а так вообще мужиков вообще не слышно. как мышки, встал, умылся, побрелся и на работу. Вот о работе отдельно. На работе мужчины ведут себя, конечно, нормально, но я думаю, вот этот вот как бы отзвук у них остается все равно. То, что дома его притесняют, он старается на работе это вылить в агрессивность. Он старается, как вот мне тоже муж объяснил то, что все вот эти подкаблучники, которые дома терпят, терпят всякие гадости, всякие унижения, вот на работе они стараются отыграться на коллегах. И начинается там и то, и то, и это, и это, хоть он и не начальник, а просто вот такой же коллега, и начинает там придирки какие-то к своим вот товарищам по оружию, как говорится, и все пятое-десятое. Вот приходится их ставить на место периодически. Вот так вот объяснил мне муж. Вот. Далее, что получается? Она вот, женщина, я про нее рассказываю, француженка, вот она встала. Первым делом вот она покурила. Из-за этого она вообще умрет. Покурила, там голову почесала, как они обычно, так вот у них такие жесты. Тут телефон, тут сигаретка. И побежала, значит, срочно-срочно у нее что-то там. Не успела там еще одеться, как следует, чуть на голове навертела. Не подкрашенная, не умытая. Раз, побежала куда-то. Вот видишь, бегут по двору, аж просто в пижамах. Бегут, торопятся. Не знаю, куда, все время торопятся. Все что-то, все в торопях, все в попыхах. Все у них занято. Прям планинка, как у министра. Вот, дальше побежала. Что-то ей надо там купить. Она может сделать 10 километров, 20 километров, чтобы купить ей какую-то там штуку, по какой-то там скидке, по какой-то там акции. И вот то, что вот она купила по какой-то там акции, аж за 40 километров, какую-то там вещь, какую-то там юбку, какую-то там, я не знаю, ерунду, штаны какие-то себе. И вот она об этом потом полдня рассказывает, обзванивает всех своих подруг, маму, тещу, свекровь, всех там, всех-всех-всех. И вот она от этого устает еще. А она устает так, что муж приходит, и она ему говорит, все, больше не могу, устала, устала, вот все вот устала. Голова болит, кружится, с ног валюсь. Милый, пожалуйста, если ты хочешь что-то покушать, возьми там что-то в холодильнике. Что-то в холодильнике. А что-то это там то, что макарошки какие-то там, котлетки не ждите, там маленький хамончик, кусочек, вот завалявшийся. И вот он бедно разогревает в микроволновке эти вот макарончики. Там яичка какой-то разобьет сверху. И вот это ест. Вот поел он все. И потихонечку там пошел какими-то там делами. Ей, что-то она там вспомнила. Что-то там не хватает детям на завтра. Какая трагедия. Милый, иди сюда. Иди скорее ко мне в переводе. Он прибегает. Что случилось, дорогая? Вот язык. Что такое, что такое? Срочно одевайся, обувайся. Давай, беги в магазин. Вот надо это купить, это купить. И я тебе еще дам списочек. Вот такой вот списочек. Там хлеб, молоко, вода. Там то и все. И вот он бедный. Не успел. Он еще расслабится. И вот он поехал в этот магазин. Срочно в продовольственную. Срочно куда-то. Благо сейчас их там много развелось. Открытые все. Как в России у нас. И вот он бедный. Все. Не отдохнул. Ничего. Прибегает. А она также сидит у телефона по-прежнему. По-прежнему уставшая, растрепанная, ненакрашенная. Ну вот день прошел. Все. Детей быстренько наорали. Спать уложили. Дети тоже взаерошенные. Уроки там сами что-то сделали. Никто их ничего не проверяет. Очень дети учатся, конечно, страшно. Это страшное дело. Вообще в школе посещаемость очень низкая. Что-то там мама проспала. Ну что? Ребенка вести уже не хочет. Раз там звонит. Ребенок заболел. Все. Ребенок заболел, хоть она не болеет. И, короче, мама там потом у врача у своего лечащего берет справочку. Прибегает также вот в пижаме. Ой, мы так заболели, мы так устали. Ну, врачи, естественно, дают ей справочку, что ребенок больной. Все такое. Вот. Далее. Как они к детям тоже вот относятся? Вот они мальчиков, девочек воспитывают одинаково. Мальчики, девочки на одном уровне равноправия. И что получается? Что вот муж вырастает вот такой инфантильный. Жена его всячески потыкает. И то, и все. И это и десятое. И все, он вот это должен выкручиваться. Если денег не хватает, так это ж его вина. Мало зарабатывает. Че ж он такой вот мало зарабатывает. Все. А она, чтобы там подкрутилась, сэкономила. Или пошла там на работу. Вечно какая-то причина. Вот я разговаривала недавно с одной. Она. Ой, денег не хватает. Я говорю, так иди на работу. А, если ребенок заболеет, с кем я его оставлю? Я говорю, ну так сиди дома. Ну, че еще скажешь? Ну, что сказать такой женщине? Ну, вот. И потом, значит, вот она всякими открутками, обмазками, отмазками поработала где-то за свою жизнь. Там три года секретаршей. Там года ей уже 45-46. Начинает там что-то у нее там. Кобыль, хвост попал куда? Под гриву, не знаю куда. Начинается. Вот то, и все. У нас ничего нету. Начинает мужа пилить. В результате, что муж, начинает смотреть налево. Она быстренько нанимает адвокатов. Быстренько развод. Быстренько тяп-ляп, ты ко мне не приближаешься на 5 метров. Потому что ты меня бьешь. В принципе, никто ее никогда не бил. Вот сами они так подстраиваются дела, что вот типа он на меня там нагнетает, он на меня орет. Никто ни на кого не орет. Никто никого не бьет. В результате мужик, Получается у него, у судей такая называется бумага, как она называется, Абстракцион de l'approchement, quelque chose comme ça. То есть это по-русски, ты ко мне не подходи вообще ближе, чем на 100 метров. Видеть тебя не хочу. В доме больше не показывайся. Детей ты больше не увидишь. И будешь ты платить мне алименты и детям алименты. И вот таким образом получается, что мужик к 50 годам остается на съемной квартире. К детям доступа нет. Ей платят алименты, потому что она никогда не работала, у нее нет средств. Работать она никогда не будет. И платит детям, если они даже еще студенты. Если им, допустим, там лет 20-22, а они, студенты, будут тащиться там до 30 лет в каких-то университетах, в каких-то факультетах, он будет обязан их содержать. Таким образом, что можно сказать? Что мужчины, вот особенно сейчас, женятся, не торопятся, потому что они знают, как колечко вот на руку надели бабе, все распоясалось, расшехвостилось, и пошла, и пошла мужика пилить, и пошла грозить. Потом ей слово не скажи, все будет пополам. Вот, а пополам-пополам. Мужики обычно, вот, что они получают? Они получают машину свою, чтобы мог на работу ездить. Естественно, баба не дура. Чтоб мужик мог ехать на работу, зарабатывать ей на пособие, зарабатывать детям на пособие, и так далее. И платить все ее фактуры, все ее капризы по-прежнему исполняются. А, еще такой вопрос. Если, допустим, мужчина, у него средств нет уже, допустим, он оказался без работы, все равно кровь из носа, вот то, что назначила судья там, допустим, ну, допустим, скажем, грубо говоря, 1500 евро, а он оказался безработный и получает 1200 евро, кровь из носа дорогой, плати 1500 евро ей пособие. Вот такая ситуация. Вот. И если у нее там уровень жизни понизится по сравнению с инфляцией, если она там все со своим адвокатом посчитает, рассчитает, что вот у нее появились какие-то новые непредвиденные расходы, то пособие ей могут еще и повыситься. Я все это говорю к чему? Что? Если у нас мужчины, наши русские, думают, вот молодой я парень, вот приеду, женюсь на француженке, и все будет окей, и все у нее, если у нее там есть что-то, будет половина мое, и все мальчики, как говорится, не надо мечтать. Это вот так мягко выражаясь. Француженки – очень хитрый народ, очень хитрые женщины. И таких вот женщин, как в России у нас, вот таких бескорыстных, которые будут все помогать, долги ваши отдавать, будут вас отмывать, пьяного вас принесут домой, она будет вас успокаивать, отпаивать чьями, то есть у такого мальчики, такого вам не будет. Так что вот. Теперь отдельная тема развод. Это очень сложная тема. О ней поговорим. Ну, если кого-то будет интересовать, пишите в комментариях. Потому что развод по-французски, он такой сложный, что может длиться годами, обычно длится 3 года в самом лучшем случае, а потом далее 5-10, и бывает до бесконечности. Потому что люди начинают делить свое имущество, каждую там, каждая сторона со своим адвокатом тратит громадные деньги и так далее, и так далее. Вы спросите, есть ли вообще во Франции нормальные люди, которые живут нормально, в нормальном браке, в нормальных отношениях? Да, такое бывает. Но обычно эти люди из хорошего общества, люди оба с хорошим воспитанием, оба выходцы из одной социальной среды. И то есть с детства их мама, папа, все научили, как надо вести себя, как надо поддерживать хорошие отношения. девушки все рассказывают и учат ее в специальной школе для юных дам, для юных девушек, прекрасным манерам, прекрасному отношению к детям. Это уже отдельная, отдельная категория, на которой то, что вот я сказала ранее, не распространяется. Потому что вот та категория, о которой я вначале говорила, это выходцы из рабочих семей, из бедных слоев населения и даже из средних слоев населения. Почему это все возникло? Потому что во Франции женщину государство поставило на пьедестал. Женщина, незамужняя, имеет все и даже больше прав, чем замужняя женщина. Ей не обязательно кого-то там искать, везти в ЗАГС, если у нее округлился животик. Даже у них таких мыслей не возникает. И даже, если она живет в браке с кем-то уже много лет, то вот я говорю, у них не составляет труда просто выгнать его, как вот у пчел там вот труднее, раз, и выкинули из улья. Вот так же у француженок. И особенно все это вот в таком плане, когда женщины росли в такой низкой социальной среде, с такими, мягко говоря, не очень полезными для юной девушки картинками. То есть родители вели себя, видимо, точно так же. И обычно, да, вот это повторяется с поколения в поколение. От бабушки, значит, от бабушки к внучке и к правнучке. Есть такие семьи во Франции, где живут в одном доме четыре поколения, прабабушка-бабушка, дочки и, так сказать, правнуки, детки, все вместе. И мужчин в доме вообще нет, и никогда не бывало. Вот такая вот ситуация. Ну, пособия на детей, конечно, выдаются неплохие. Живут они, как сказать, с хлеба на квас перебиваются, но все у них есть. Даже есть машины, даже они умудряются иногда купить квартиры, но это тоже вот очень редко так, когда у них все так складывается, все хорошо получается. Обычно я смотрю, живут просто, да, перебиваются с хлеба на квас. Вот, вот, девочки, в машине уже становится жарко. Я тут так немножко вам наговорила всего, но особенно это относилось, конечно, к мальчикам, чтобы насчет француженок просто вот так вот не думали, не создавали такие розовые образы, не надевали розовые очки, а лучше надеть вот такие, как у меня, темные очки, чтобы видеть все и думать, и обсуждать, и спокойно все взвешивать. Ладно, всем привет, до свидания.